теперь еще и видео пропадает так судя по всему судя по всему видите видите как какие разные мнения так ну раз вам особо раз было плохо слышно давайте еще раз пробегусь по причинам непонимания и понимание речи на слух логопедия существует это вы должны не просто прослушать а вы должны понять логопедия существует не только с целью научить ребенка говорить красиво чтобы он не социально адаптировался нормально социально адаптировался логопедия существует для того и вообще дефектологи для того чтобы ребенок понимал что его говорят окружающие потому что на и страннейшим образом это опять же информация для того чтобы прослушали как в школе и забыли а это важнейшая информация вы должны это все время помнить а поскольку вы этого не помните поэтому принимаете а уроки какие-либо уроки английского за нормальные уроки на нормальный урок на котором на котором вы произносите все неправильно а вам говорят вы молодец приводит не не ускоряет а отдаляет саму перспективу не дает возможности научиться понимать на слух то есть существует прямая взаимосвязь и вот эти две вещи почему-то наши не имею ввиду жители республик бывшего ссср удивительным образом массово не понимают и поляки тоже туда же и болгары да то есть нужно очень долго объяснять а в некоторых случаях объяснять эту простую вещь плохо произносишь научишься понимать когда рак на горе свистнет кому понятно пожалуйста поставьте плюсики это это научный факт то есть это написано везде другой вопрос для того чтобы проводить неэффективные уроки английского репетиторы и методисты эту информацию вам не дают потому что она вредная вторая вторая информация второй piece of information как говорят в америке или в англии вторая вторая информация это сроки а сроки такие а выход человека это это по их странная терминология то есть опять же вы это как вы читаете но не понимаете они говорят оксфорде в гадварде типа ученые и без типа ну типа в общем никакие не ученые а типа ученые они уже построили себе поскольку нужно зарабатывать деньги они построили очень нужно а после октябрьской революции сейчас поясню почему именно после после октябрьской революции началась система выстраивания вузовского высшего образования и его сделали везде по 4-5 лет продолжительностью 4-5 лет так вот на эти 4-5 лет нужно растянуть любой курс нужно было растянуть так вот они растянули они растянули процесс обучения языку вместо комплексного они растянули на 4 года и разделили на части то есть понимание на слух отдельно разговор типа отдельно чтение отдельно написание с отдельно изложение чего-то отдельно а общение тоже отдельно и по этим всем предметам существуют разные преподаватели как во врачебной практике как это очень похоже как медицине вы видели да то есть в америке есть специалист по пальцам ног и специалист по проблемам с пяткой ну и так далее то есть у них узкие специалисты так вот они наплодили такое количество узких специалистов что люди перестали понимать что если ты постоянно не корректируешь ученика то как он произносит все произносит то что делала любая гувернантка до революции у них не всегда получалось но тем не менее любая гувернантка терроризировала ребенка чтобы он не делал ошибок письменной речи и в устной речи то есть его корректировали а если она не корректировала в основном то были женщины если она не корректировала значит ее увольняли и не давали рекомендательного письма так кому понятно пожалуйста поставьте плюсики вот такая ситуация то есть сейчас для того чтобы быстро научиться понимать на слух а у меня люди начинают понимать на слух через буквально пару недель и многие понимают начинают понимать что реально реально разделять вычленять слова из устной речи буквально через день-два то есть вот такая вот ситуация они это все растянули на несколько лет называется называется этот курс который растянули на 10 лет вот этот уровень называется что-то типа B1 дальше они придумали C, D и наверное E и F я не знаю что они там придумали во всяком случае C точно существует но для того чтобы дойти вам лично дойти до уровня C нужно лет 10-15 при этом вы не будете заниматься как в школе то есть спустя рукава так а вы будете заниматься а именно напряженно всякими глупостями то есть они не знают чему эти глупости приводят опять же почему потому что абсолютно утерян абсолютно утерян принцип абсолютно вот этот принцип совмещение правильно произносишь хорошо понимаешь точно произносишь хорошо понимаешь и вот это точно произносишь хорошо понимаешь нужно очень хорошо осознать а не просто прослушать для того чтобы все хорошо осознать это слева обложка моей книги а вот бестселлера которую можно приобрести во многих книжных Теперь, да, то есть для того, чтобы информация усваивалась, нужно не слушать, слушать через прослушивание тренируются только, ну не знаю, ну единицы, ну может быть один человек из 300, ну вот если просто вас даже взять. То есть если я буду что-то говорить, то если вы не будете это повторять, то есть чтобы усвоить материал, нужно взять титры и почитать со мной, к примеру, а вы опять этого делать не хотите. То есть, смотрите, что происходит, даже если я говорю абсолютно правильные вещи, вот абсолютнейшую истину, так, абсолютно это истина высшей инстанции, никто этого вам больше не скажет, все равно вы усвоите, к сожалению, если будете молчать, или будете со мной пытаться припираться, да, то есть у вас своя точка зрения. Вы пришли, некоторые из вас пришли не для того, чтобы ее изменить, а для того, чтобы еще раз убедиться в том, что они правы, но при этом опять никакого, никакое аудирование, эти товарищи, эти люди усвоить не в состоянии, никакие разумные сроки, но при этом они будут говорить, а мне вот это не нравится, потому что я думаю по-другому, по-другому думать не надо. Это то, что написано в любом учебнике, в предисловии учебника логопедии, даже в Северной Корее и в Аргентине написано, плохо произносишь, плохо понимаешь. Для этого с лепетишками логопедия существует, потому что говорить ты можешь как угодно, но если не будешь понимать, то ты не поймешь тех же указаний полицейского, и у тебя откроется прямая дорога. Прямая дорога куда? В тюрьму куда? То есть ты должен понимать различные вещи, то для чего Ленин проводил ликбез. То есть открываешь правду, а там написано, христианин должен слушаться большевиков. Вот. А так на слух, это в одно ухо влетело, белые, красные, влетело и вылетело. То есть те, кто реально, реально хочет усвоить информацию, вот главное сейчас уловить, вот, если нет желания, не понимаешь, что нужно повторять, естественно повторять то, что я говорю, для лучшего усвоения, для вас это чужеродно, нужно просто усвоить один маленький, просто вынести одну фразу из всего мастер-класса и хорошо-хорошо над ней подумать, разобраться, пойти посмотреть, почитать. Вот. И понять, что это так и есть. Почему не обучают, почему не обучают нормально выговаривать слова и фразы? Потому что не существует никакого быстрого метода обучения крестьян дворянскому русскому или дворянскому английскому. Что такое дворянский русский и дворянский английский? Сейчас у некоторых в голове формировалась картинка. Шестов из нас собирается делать аристократов. А нам бы хоть как-нибудь. А я объясню, в чем дело. Дело в том, что нужно сделать так, чтобы вы не делали, ваша речь не была похожа на ошибочную, кривую, в кавычках, косую, крикорявую речь крестьянина, а была похожа на речь дворянина. То есть нас научили, внимание, очень второй важный нюанс. Нас в школе учат читать дворянскую литературу. Пушкин писал для дворян. И Достоевский писал для разночинцев. Но тоже для образованных людей. Для новой. Для новой плеяды. Выходцев, которые, людей из народа, которые удалось освоить дворянский русский. То есть так принято, что для того, чтобы сделать революцию, нужно более-менее нормально говорить на языке. То есть если ты не умеешь болтать, эти времена прошли. Когда в той же России Борис Николаевич странным образом не умеющий разговаривать, как и Горбачев, попали в власти. Эти времена прошли. И теперь от руководителя требуется элоквенция, то есть нормальное проговаривание. Что такое нормальное проговаривание? Как дворяне проговаривали в 17-м до 17-го года. Я имею в виду по всей стране. То есть именно нормальный русский. Нормальный русский, если вы не владеете нормальным русским, вот если в вашей речи нет никаких оборотов хороших, красивых, а вы просто разговариваете абы как. То есть если вы читали Достоевского про себя, читали Толстого, Достоевского, ну, короче говоря, любого специалиста по дворянской стилистике, дворянским способам, да, составления фраз, последовательности, то есть очень красивому русскому языку. Значит, вы не сможете выучить нормальный английский. По той простой причине, что вы не понимаете, где заканчивается хороший русский и начинается плохой. Также, точно так же вы не понимаете, где начинается, где плохой английский, то есть народный, неочищенный, так сказать, язык извозчиков, да, и тому подобное. Язык дворников и извозчиков англоязычных, который называется красношейный, реднекс или белый мусор. То есть когда белый мусор открывает рот, он примерно звучит как наш человек, как вот типичный наш дипломат российский, СССР. То есть он плохо говорит на английском языке. Так же, точно так же, как разговаривает мусорщик, к примеру, вот, в Америке или в Англии. Но наши-то люди этого не понимают. Они не понимают, что идет тотальное, стопроцентное, неправильное произнесение всего, всех текстов и всех слов на английском языке. То есть когда, возвращаясь к первому примеру, вот, к примеру, который я привел в начале мастер-класса, когда моей сестре приходит мальчик и говорит, и давай, я хочу в хор, хочу в хор, а ты можешь спеть? И он начинает петь. Та-бир-я-джи-бу-ра-ж-га-и-га-ж-да-и-двар-ня-ж-га. А сестра ему говорит, я, ну, как бы про себя думаю, я не Михаил Шестов, я ничего ему поправить не могу, поскольку это как вот, что за диагноз, да, старый-старый-старый-старый бородатый советский анекдот, диагноз, да, ушиб всего человека. Ну, там было по-другому, ушиб всей старушки. Вот. То есть какой диагноз? Вот так. Тут ушиб всего головного, всего речевого аппарата. Если идет, как у наших, ушиб всего речевого аппарата, поверьте, вам никто его совершенствовать не будет. То есть для того, чтобы его усовершенствовать, нужно понять, что такое нормальный русский и что такое нормальный английский. Именно поэтому, именно поэтому. Книгу, кстати, можно приобрести в магазине Озон, так и в других книжных магазинах в интернете. Там отзывы такие. Если бы я эту книгу прочитал в школе, то у меня не было бы никаких проблем с русским языком, грубо говоря. Ну, попробуйте найти нечто подобное, да? Попробуйте найти нечто подобное. Такие подобные отзывы. Вот попробуйте. А их просто нет, потому что никакого обучения нет. Нас обучают, и в школе обучили, и меня, и вас, крестьянскому проговариванию. То есть они утвердили в мысли, что наше крестьянское проговаривание и манера разговора, и чтение – это нормально. Ничего не нормально, ничего нормального нет. То есть получилось следующее. Нам дали сложные тексты образованных людей. Ну, на чтение, на изучение, ну, того же, опять же, Тургенева. Но мы его читали про себя. А таким образом мы не усвоили структуры грамотно-стилистически-правильного русского. И мы разговариваем, как и разговаривали, так как нас научили родители. То есть точно в этой манере. Мы не усовершенствовали речь, пока были в школе, пока учились в школе, пока учились в вузе. Вот вообще никак, простите. Если кто-то специально не ходил в кружок чечесов декламаторов, то он считает абсолютно не так. Нас научили неправильно читать. Так вот, для того, чтобы освоить нормальный английский, нужно сначала, нужно, если просто начать объяснять, я попробую сегодня начать объяснять, и что происходит с английским языком, нам нужно провести параллель. Параллель. Параллель между русским и английским. Что такое хороший русский, хорошее чтение по-русски, которое дает результат. Которое дает результат. То есть, если я научу американца читать по-русски на хорошем уровне, он начнет понимать русскую речь. Он научится правильно произносить звуки. То есть, он более-менее скопирует речь. То есть, чем точнее вы произносите, тем быстрее вы обучаетесь пониманию на слух, то есть аудированию. В противном случае это занимает десятки, ну, занимает обычно десятки лет. Десятки лет. Как я уже говорил, в Оксфорде, Еле и Кембридже методисты придумали различные, что ли, степени владения языком. И расписали по сотням часов. Сотни и сотни и сотни часов уделили каждому из этих разделов. При этом, напоминаю, каждому виду языка, каждому виду форме владения языком, виду владения языком, то есть изложение, понимание на слух, уделяется отдельное внимание и не параллельно, а последовательно. При последовательном изучении понимание на слух не приходит, разговор не приходит. То есть, если вам случайно не попал, вы случайно не попали, в кавычках, в руки, преподавателю, который одновременно поясняет вам, как правильно все правильно произносить, вы не научитесь понимать на слух. Вот и все. Кому понятно все, что я сейчас говорил, пожалуйста, поставьте плюсики. Поэтому, если вам придет в голову... Для освоения английской грамматики я осваиваю иностранные языки. Об этом спасибо. Я осваиваю иностранные языки и срок, причем я двоечник и троечник, без... У меня даже по сальфеджио была двойка, но поставили тройку. То есть у меня не ахти слух, просто я разработал методику вживания в язык, грубо говоря. Методику вживания в язык. То есть для того, чтобы освоить ту же грамматику, я начал, когда-то начинал с армянского, вот, но я просто разговорный осваивал. Вот. А для того, чтобы освоить датский, когда я попал в экстремальную ситуацию, вот я вам рассказываю, когда это все произошло, каким образом я стал полиглотом, мне понадобилось месяца три. В течение трех месяцев я уже разговаривал, в течение трех месяцев я уже разговаривал с любыми, любыми датчанами, и у меня брали интервью, компьютер, похоже, скоро разрядится, вот, секундочку. Вот, у меня брали интервью, кому интересно могу показать, кому интересно могу показать. Я прошу прощения, видимо, придется, не могу понять, где находится, где находится зарядное устройство, сейчас маленькую паузу возьму, прошу прощения. Вот такой вот идет запуск. Так, по 10-бальной шкале, пожалуйста, поставьте, насколько хорошо меня видно и слышно. Я закончил на том, как я освоил датский язык. Датский язык никто освоить не может, практически никто. Можете поинтересоваться у наших бывших соотечественников, спасибо, живущих в Дании, да просто даже послушать этот бред. Дело в том, что датский такой же сложный язык, но более структурированный, чем, как английский. Это два сложнейших языка. Два сложнейших языка Европы. Вот. Я от ужаса, что я не смогу работать, давать лекции и тому подобное, я выучил его очень быстро, применив, естественно, мой метод машинописи, поскольку я еще чемпион мира по машинописи на разных языках. Вот. А это второй нюанс, который тоже в голове не укладывается. То есть, когда вам говорят, опять начинаются игры с учеником, будем лечить, отпустим или будем лечить, понимаете, да? Вот. Да. Так сейчас вылечим, что, не знаю, что коньки отбросят. Так вот, это типичный врачебный подход. Не имеет никакого смысла очень долго все это учить, не состыкуя. То есть, нужно состыковать. То есть, нужно состыковать три, хотя бы, ну, три вещи. Правильно произнес, да? Правильно записал. В результате того, что ты правильно произнес и частично правильно записал, хоть чуть-чуть что-то записал, объединив устную и письменную речь. Потому что, если тебе, ты приходишь на курсы, и тебе говорят, ты сейчас, сейчас будешь учить разговорный английский, а писать будешь учиться потом, это значит, что все время, что вы учитесь разговорному английскому, вы тратите зря, поскольку вы разговариваете неправильно, все произносите неправильно, я джебурачга, и не понимаете, что у вас получается неправильно. Дальше. Забавно, Владимир. Лечитель и пусть живет, да. Значит так, уважаемый Владимир, в Копенгагене есть курсы КИС. Внимание все, друзья, внимание. Есть главные курсы, копенгагенские курсы датского языка, называется КИС. Копенгагенский институт, институт по освоению языка. Это крупнейшие, самые уважаемые и самые, я бы сказал, с большим опытом, там и стажем курсы датского языка. А теперь внимание. Погрешность какой-то племянник, чей-то племянник что-то выучит, это погрешность. На каком языке разговаривали люди, разговаривали выпускники за 35 лет существования, существования курсов, существования этих курсов. Вот я был на встрече учеников, не как ученик, а как журналист. Я был на встрече. Как вы думаете, на каком языке, вот люди из разных стран учили у них датский, месяцами и годами. Вот на каком языке общались между собой выпускники курсов КИС, КИСС, посмотрите в интернете, на встрече выпускников. Вот на каком? Да на английском ломаном, господи. Так, кого повеселило, поставьте цифру СИ. Поэтому рассказы Шестеру о том, что кто-то где-то, как-то, и помело, один раз в год стреляет, и там кто-то раз и выучил, раз-два такой, и хлоп, и выучил английский. Вот. Не смешите мою кошку, которой сейчас у меня, кстати, нет. Вот. А теперь благодарю вас. О, боже мой, боже мой. Эти чудесные истории. Без постановки, без постановки техники, без техники речи я быстро выучил китайский. На уровне каком? Купить рыбу на базаре? Я не знаю. На наших разговаривания. Наши семь лет учатся в Пекине без постановки техники, без техники речи. Без умения правильно проговаривать. У них нет никакого китайского, извините. Они по семь лет там торчат. Вы не в курсе правила, потому что никому не выгодно это вам говорить. Можете задать мне любые вопросы на эту тему. Это моя тема. Я, когда мне потребовался нормальный английский, я так же, как и вы, думал, что если нужно, я быстро выучу, ходил с умным видом, тем этом рассказывал. Боже, умерла смеха. Да. Вот. Бесконечный смех, поскольку у людей какая-то странная информация. Вот. То есть, теперь, вы меня этим, этим досмеялось, несколько сбили, если честно, сбили с толку. Чуть-чуть меня. Увели в сторону. Так, переходим непосредственно к, непосредственно быстро, быстро опросник своего рода. Теперь, когда вы все пришли, я думаю, что можно перейти к опроснику. Будьте любезны. По поводу китайцев, поставьте пока, поставьте пока, поставьте пока, да или нет, да, ну, в общем, что вы там хотите поставить, напишите. Видите, даже то, что написано на слух, вот кроме улучшить понимание беглой речи на слух, даже если оно у вас какое-то есть, да? Я увидел только одно «да». Все остальные ничего не хотят, да? Или ничего не слушают. О, боже. Хорошо. Слово арфаэпия пугает. А вы думали при изучении, при совершенстве английского, по поводу грамматики, я, кстати, отвечу. При изучении английского не нужно изучать арфаэпию? Кто это вам сказал? Люди, не умеющие преподавать правильное произношение? Честно, если вы, кто-то из вас изначально, да, начинает давать мне какие-то советы, то он может просто сразу идти, потому что если человек пытается перебить или куда-то в другую сторону направить преподавателя, я, в принципе, готов с вами работать, но знаете за сколько? В общем, за 600 долларов в час я готов работать с тем, кто пытается меня чуть-чуть увести в сторону. Более того, я готов, вы будете тогда заниматься в отеле, в любом самом дорогом отеле, типа Рейтс. То есть, что хотите. Я буду вам потакать и, не знаю, даже на трубе вам сыграю. Но, поскольку вы пришли на мой бесплатный мастер-класс, поэтому рассказывать мне, что и как, куда его вести, извините, вы здесь не сможете. Значит, мне люди подобного типа не нужны. Вы можете учиться и дружить с другими преподавателями, там тыкать их, как Сталин тыкал, и тычет, и бабачит, там писал Иосиф Броски, да, и бабачит тут рассказывать мне, как учить. Дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Так, я понял. То есть, многие из вас хотели бы, хорошо, устраивает. Остальные так с трудом согласились, да? Ладно. Теперь, по поводу китайцев. Китайцы говорят нашим, да когда же вы наконец-то выучите китайский? То есть, китайцы, который преподает китайский, абсолютно не знает, почему его ученик не выучил китайский за 7 лет пребывания в Пекине. Это никакие не сплетни, это никакие не мои домыслы, а это реальная информация. Все, что я говорю, это реальная информация. Это можно проверить. Понятно? Окей. Спасибо. То есть, вот вы почему-то не верите, вот, потому что вам кто-то сказал, что можно быстро что-то выучить. Ничего не ставя, вообще ничего. Вот как Емеля. Емеля скатишь самобранка. И все. И не надо ничего готовить, просто говоришь, дай нам больше еды, она нам сейчас больше даст. То есть, подход Емеля. Извините, извините, когда кто-то говорит, что я без постановки произношения, ну, не постановки произношения, ну, искоренение ошибок в речи, без умения нормально читать, научу вас понимать на слух, то он врет. Что, понимаете, то есть, для того, чтобы нас научили читать на уровне крестьянина или жителя колонии. То есть, мы читаем по-английски как ирландец. Ирландец – это бывший белый раб. То есть, ирландцы были рабами, их считали за собак. И вот они до сих пор плохо проговаривают английские слова. И до сих пор митрополия, жители митрополии в Великобритании считают их недолюбьми. Понимаете? И вот, кто вам это еще расскажет? А никто. Потому что толерантность. Дальше. Следующий момент. Очень быстро. Я вам много уже рассказал, поэтому мы теперь идем до упражнений «Голопом по Европам». То есть, очень быстро. топил я джигурашка. Ну, по поводу условий я вам объяснил. То есть, нужно постоянно, постоянно корректировать ученика. До тех пор, пока он не начнет, то есть, постепенно слепить, я это делаю где-то за месяц это, максимум. Вот. Слепить, ему хорошие, хорошие навыки имитации обеспечить. То есть, он там что-то сделал не так, поправили тут же. Вот как скульптор, да? То есть, сначала получается нечто, такая, каждая дворнячка по перегу нести реку за насяльника. Вот. Сначала идет насяльника, да? А потом идет постепенно начальника, 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 начальника. То есть, я каждое слово довожу до ума с такой скоростью, что просто трудно себе представить. 80% английских слов простые, вы просто их неправильно преподали. или вы когда-то их произнесли неправильно, а вам сказали, что это годится. Вот когда они сказали, что это годится, когда они сказали, что это годится, вот с этого момента вы и попали. То есть, с этого момента начался отсчет 10 или более лет на освоение понимания насчета. Вы приехали. Дальше. Что за конкретный классный преподатель? Что за чебурачка? Так, уберите Виктора. Вообще. Дело в том, что если вы просто уходите и по поводу воды мне тут что-то рассказываете, уберите человека, просто мешает работать. Просто вы никогда больше ко мне не попадете на уроки, это будет вашей проблемой. Ваше отсутствие для меня не проблема, а вот мое отсутствие для вас большая проблема, потому что вы нигде больше ничего такого не выучите. Так, где он тут у нас? Убирайте, пожалуйста. Техподдержка, уберите, пожалуйста, человек. Так, дальше. Отлично. Все, все понятно, что написано на экране и кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Усредненный среднеевропейский в кавычках, это просто смешно. А среднеевропейский способ проговаривания слов и фраз, вот тот, который вы демонстрируете, он не даст возможности научиться понимать на слух. А основным, что требуется в обществе, основное, это понимание на слух. То есть, когда вам будут зачитывать какой-то договор, по телефону что-то говорить, а вы будете говорить да, 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 то вы попадете в очень, можете попасть в очень жуткую какую-то ситуацию, потому что вы просто не понимаете на слух. Вы же не можете ходить по англоязычному миру с переводчиком, толмачом, который будет вам объяснять все эти, как всю эту казуистику, вот того, что говорится. Конечно, не будете, никакой электронный переводчик вам тоже не поможет. вам нужно научиться понимать на слух. Понимать на слух можно научиться очень быстро. Понимание на слух зависит от некоторых параметров. Спасибо. Понимание на слух зависит от некоторых вещей, которые я дальше вам расскажу. Теперь. Для того, чтобы научиться понимать на слух. Такой, начальник, когда ученик мне что-то говорит, типа, давай меня учи вот так, как я тебе сказал. Типа, начальник пришел, как на зоне, да? А, не смешите, я феню тоже знаю. Вот я научился феню понимать на слух. потому, я всю работу защитил в МГУ по фене, по уголовному жаргону. Так, в Московском государственном университете имени Ломоносова, кто не знает, что такое МГУ. Короче говоря, для того, чтобы материал усваивался, нужно его проговаривать, а не слушать. На слуху ничего не усвоите. Если вы не гений, без постановки, без объяснения правил произнесения звуков и звукосочетаний, реального произнесения на хорошем уровне, не на том, на каком преподают на курсах английского, истолкового, а на нормальном, хорошем уровне. Вот, когда на каком уровне написано, мой учебник русского языка, видели? Вот. Он затыкает все, все дыры в системе обучения, потому, что в нем идет речь не только о примитиве, но и о высшей, уже высшей степени владения языком, но нормальными, простыми словами. Каждый термин объясняется так, что не понять невозможно. Вот вы, многие из вас до сих пор не знают, что такое причастие, почему это так странно называется, что такое день причастия, грубо говоря. По книге можно заниматься, если вы умеете читать слуху. Да. То есть, если вы хотите освоить понимание на слух, улучшить понимание на слух, дело все в том, что когда в речи, даже на родном языке, или на, люди говорят более сложными предложениями, то мы вроде как бы понимаем, но не осознаем, о чем, что говорится. То есть, если сейчас бы вышел Достоевский, начал говорить длинными, большими предложениями, многие дети и многие люди бы не помыли, приехали, спасибо, приехали, приехали, вахмистыры, 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 приехали вахмистыры, вахмистыры, то есть, чем длиннее становится слово, тем меньше в нем произносится звук. А дело в том, что это именно, Андрей, дворянский способ проговаривания. проговаривания. Так сказать считается, сказать, там К все равно читается, сказать, сказать, сказать. Да, К тоже может не считаться, абсолютно правый герман. Так вот, для того, чтобы выучить английский, научиться понимать на слух, нужно понять, понять, что читать, как написано, чтение, как написано, разрушает понимание на слух. То есть, пока вы фразу не прочитаете так, в таком виде, в каком ее говорят носители языка, а не то, как вам показалось, или как сказали священники когда-то, да, в церковно-приходской школе, извините. То есть, это то, что я сейчас вам рассказываю, понимает любой ученик православной гимназии. Любой. Вот вообще любой, понимаете? Вот за 20 минут понимает. Я им говорю, дети, а что вы читаете? Не думай о секундах свысока. Я говорю, понимаете, что так петь нельзя? Такие. А мы не знаем, в чем дело. Я говорю, не думай о секундах свысока. Показываю. Не думай о секундах свысока. Настанет время. Время, не время. Время, это вот как раз церковно-приходские дела. Время. Это время. Программа. Время. Не время, а время. Это для крестьян читают время. Время и бремя. Плетями. Японский. Лягушонок. Пятачок. Это вот для крестьян так считают. Значит, это маленький, это именно дворянское проговаривание, Андрей. То есть, вы, если на экране этого не встретите, то, если столбовую дворянку, как говорится, увидите, столбовую дворянку, она так и будет говорить. То есть, язык передается по наследству. Он никак толком не корректируется. Повторяю, язык передается по наследству. Вот какое у вас наследство, вот такие у вас и шансы, как гены, для освоения английского. Если не подправить вашу неправильную речь, то есть, вас научили читать так же, как читают ваши родители. Кто учил? Они и учили. Кто учил? Или какие-то безграмотные преподаватели в школе по кубикам типа Зайцева. Что такое кубики Зайцева? Это церковно-приходской, церковно-славянский русский. То есть, светский русский нельзя читать на церковно-славянский манер. Ни вслух, ни про себя. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсик. А я пока читаю дальше. И кратко нельзя читать. И кратко читается просто ши. И кратко я поставлю на 19 веке. Не знаю кем. Видимо, такими же спецами, спецами по-церковно-славянке. Дальше. Не из-под, а из-пыт, из-пыт, из-пыт. Зе оглушается в данном случае. Из-пыт. То есть, каждое слово, которое заказано на Зе, имеет вариант Се. Из-это из. Если читается быстро, то становится из-з или из-з. Вот и все. А вам в школе объяснили, что слово считается одним способом. Так вот, то же самое по поводу английского языка. Вот слово not. Оно читается следующими способами. Показываю. Not. I'm not. I'm not. 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 Ну, хорошо. Просто пытаюсь найти вам пример. а я не зина. это неправильно написано, ну ладно. просто пример вам, что not перед звонкой то же самое, как и в русском языке под музыку остается D. нас не интересует, как нас научили считать один вариант произнесения слова на все случаи жизни, нас интересуют все варианты. Так вот, слово not читается перед глухой или гласной, читается not буквой T, потом читается not перед звонкой согласной. Как в русском языке читается, смотрите, мед хороший, читается мед хороший, хороший, мед хороший, но мед горячий, D остается. это называется правильное сочетание звуков при чтении и разговоре. То есть, если вы не знаете, как сочетать слова в русском или английском, то вы не сможете научиться нормально говорить, больше вы будете говорить раздельно, как будто в храме. А и в русском, и в английском, что и происходит. То есть, они перенесли методику обучения ребенка из православной гимназии церковно-приходской школы, они перенесли на обучение английского у какого-то ляха. И вот вас делают вид, что обучают. Это не обучение, это просто хождение на курсы. Это не обучение. Вот. Это бессмыслица. Так вот, то, что слово мед имеет два вида, мед и мед, в школе не преподают. То, что слово not имеет вторую сестрицу, not, тоже не преподают. Дальше. Если слово not, как и в русском языке, становится полубезударным, то оно читается над. Короткая, как Москва. Вот так. Над. Если оно идет перезвонкой, читается над. Дальше. В безударном виде слово not читается ныд или ныд. То есть, смотрите, если прочитать. Вот. Покажу вам сейчас. Not. Отдельно прочитать. Это будет not a problem. Сейчас произнесу вам Трампа, конечно. Смотрите. Not a problem. Это называется раздельное проговорование. Вместе читается так. Полубезударочка. Not a problem. А еще быстрее смазано. Нытый. Медленно просто показываю. Нытый пыры, а былый мы. Not a problem. Если ударение будет идти на problem, тогда not a становится не только нато, а становится нытым. Так. Кому понятно, что я говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Слово Trump сейчас читаю. Слово Trump, в отличие от слова женщина с пониженной сексуальной ответственностью, которое звучит так. Trump. Произносится так. Trump. Чи жи а мы пы. Trump. Trump. Т перед Р, Р перед Т, после Т. Чтобы Р не зарычало, англоязычные смазывают его, вот почти все. Буква Ч. Trump. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Ой, вернее, плюсики уже понаставили достаточное количество. Пожалуйста, поставьте цифру 8 для разнообразия. Фараченищ. Вот написано, смотрите. Отдельно будет. Сколько вы отдельно не считаете, аудирование у вас не улучшится. Потому что аудирование улучшается, когда вы говорите, вы понимаете, где ударение, а остальное сокращаете. То есть тогда вы понимаете, что люди реально говорят. Люди не говорят for a change. Спасибо большое. Люди говорят. Фыры. Или фара. Полубесударка. Или фыры. Ну как вот. Габсбург. Как, смотрите. Какой же вам пример привести? Давайте классический пример. Священник говорит, что надо читать под колокольный. Правильно? Правильно. На курсах актерских в Останкино учат говорить. Пыт-кы-ла. Пыт-кы. Пыт-кы две и. Пыт-кы, потом предударное. Ла-кольный. Пыт-кы-ла-кольный. Короткая. Вот так. Вот это, это вот, поняли, да? Это вот как учат дикторов. А люди реально вредят. А, показываем. Э-и. Б-би. С-с. И рык, нижний зуб не сделает. Во-первых. С-с. Т-и. И. И. Ф. Нельзя двигать. Ф. Ч-жи. Эй. Ч. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Чи-жи-эй Чи-жи, не д-ж, а чи-жей Джей это типа Столыпинская реформа Для индусов Джей, зараза Джей, Джей Кришна Джей, Джей Кришна Рама Джей, Джей Да не Джей, Джей, а чи-жей Чи-жей Дальше, к-х-эй К-к-эй Короткая О короткая, о длинной вам КХЭЙ. Дальше. ЭЛЫ, ЭМЫ, ЭНЫ. О, короткое. Короткое, значит, не меняется. Буква ОУ. Вы такие. Дальше. ПХИ. КХЮ. ПИ. КЮ. АР. С. ЦИ. Ю. ВИ. ДЕПЛЬЮ. ЭКС. 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 Не двигайся, бам. Видите? ЭКС. ЭКС. УАЙ. ЗИ. Так, видео сейчас видно. Андрей, ты думаешь, что будет запись в любом случае? Так, я... Так. Поняли? Если вы алфавит правильно не произносите, дальше. Когда буквы алфавита считаются вместе, они начинают, естественно, сокращаться. Кому понятно, все, что я сейчас говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Так вот, не владея этой информацией, никакой нормальный английский научиться даже читать на русском и на английском невозможно. Никаких учебников толком нет. Есть какие-то рассказы о том, что И становится И слон и моська. И все. И все. ЧУК. И ГЕК. ЧУК. И ГЕК. Вы-то думали все до этого урока, что это, если у меня не учились еще? Вы думали, что это ЧУК и ГЕК, наверное, да? ТИМУР и ЕГО КОМАНДА. Нет. ТИМУР и ЕГО, ИГО, ИГО, а быстро ИГО, ИГО КОМАНДА. ТИМУР и ЕГО КОМАНДА. Вот это будет правильный, нормальный, благородный русский. То есть вы берете благородную книгу Тургенева, Пушкина, а читаете ее, как какой-то деревенский забулдыга. Вы берете английскую книгу, читаете ее, как хуже индуса, хуже жителя колонии, хуже ирландца, Господи. Уж ты ирландец хоть как-то за 300 лет рабства, 200, научился понимать, рабство улетелось с 603-го примерно по 803-й год. 200 лет в Англии, рабство, рабство, припасное право. Опять об этом молчат, делают вид. Они также точно делают вид, что выиграли Вторую мировую войну. Ну, то есть понятно, да? За нас это все делали. Они громили немца, только шум стоял. То есть если их послушать, так они вообще гениальны. Язык вообще идеально простой. Дальше некуда. А то, что слова читаются отдельно, одним способом, а вместе еще десятью способами, они вообще никому не сказали. Я видел только один учебник, где написано «кэн» читается «кэн» быстро. Спасибо. «Кэн» читается «кэн». Теперь. Третий блок дистанционного курса. Третий блок. Вот, я дам вам ссылку, если не ошибаюсь. Секундочку. Так. Секундочку. У меня занимаются ведущие и русским, и английским, ведущие специалисты по технике речи из Московской консерватории. Я про Россию сейчас говорю. Из Московской консерватории. Из Академии Гнесиных. Понятно? Большое спасибо за внимание. Правда, занимаются не настолько широко, афишируя это. Но когда они слушают то, что я говорю по поводу вот этого разнообразия, да, способов чтения, они говорят, что им для меня как до Шанхая. Как до Шанхая. Конечно, как до Шанхая. Потому что то, что я говорю, вот этот способ различия между простым и простым, и сложным, в кавычках, дворянским произнесением и чтением, ни до кого ни так не до шо. То есть дворяне как читали, так и читают. Это как, а уже где-то приводил этот анекдот, как лисица сидела и кричала, цены, ворона сидела, цены повысились на суху, цены повысились. А лисица говорила, так как ты сидела ободранная на суху, так ты и будешь сидеть. А я как ходила в дорогой шубе, так и буду ходить. Понимаете, да? То есть дворянин, главный плюс дворянина, это такая речь, что она вызывает доверие. И что дворянин может управлять людьми. То есть вы можете куда-то прийти, разговаривая на дворянском русском, и вас сразу назначат менеджером. Уж скажут, вам даже не к лицу работать официанткой. Понятно? Но если вы мямлите по столы пинска церковнославянки для пушонок, извините, но работы вы не найдете нормально. Потому что дураков подчиняться тому, кто говорит как крестьянин, ни в одной стране мира нет. Вот просто нет и не было. И не будет. Если где-то случайно происходит революция, и низы захватывают власть, то очень быстро снова происходит обратный процесс отъема власти более образованными людьми, которые что? Которые могут пополнять знания через чтение. А вы сколько не читаете эти учебники? А вы ничего не усвоите. Потому что вы читаете неправильно. Мультфильм большой. Сбросьте мне кусочек. Я не видел этот мультфильм. Так вот. Ва, ва, ва. Эталонное произношение у Элтна Джона того же. Каждое слово правильно. У всех политиков фактически. Ну, если они не делают вид, что они именно представляют свой регион и разговариваются на диалекте этого региона. То есть русского и английского не существует. Он не существует только в нашем больном воображении. Это никакой не среднеевропейский. Это никакой не английский. Это нечто. Но самое главное, что как будто диверсия идет. Если вы неправильно произносите, вы не понимаете, что им отвечают. Отвечают. И при ответе вы должны будете просить их говорить по словам, по словам. Потому что вы не понимаете, как слова искажаются, деформируются и превращаются в новые энцетис. В новые сущности. Дальше. Теперь. Артикль читается. Никакой не в. Артикль читается. В-и. 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 Володя. В-а-в-а. Язык высовывается заранее. В-и. Если не знаешь, что язык высовывается заранее, никогда ничего не выучите. Опять четыре года будете заниматься. Да. Но хитрые-хитрые. То есть кто-то, может быть, когда-то подспудно понял, что с учеником можно не морочиться. Просто можно ему ничего не объяснять. И он будет просто ходить до тех пор, пока деньги не закончатся. Окей. И все. В-а-а. Так они за это вот это обучение платят по 50 тысяч в год. А толку никакого. 50 тысяч в год дети берут в Америке. Жаловалась девочка недавно. Говорит, не могу попасть в колледж. Вот девочка. Не могу попасть в колледж. 50 тысяч в год надо занять. Я никогда не рассчитаюсь. Так вот они идут учить английский, совершенствовать колледж. Вот по таким схемам. Алфавит неправильно произносит девочка. Девочка в 2013 году. Девочка закончила вот. На работу ко мне устраивается. Закончила в high school. То есть ей где-то, ну не знаю, на 24. Так она не может себе позволить ничего. Так даже если она себе позволит, ее все равно обучат халтурки какой-то. Потому что обучения никакого нет. Понимаете? Окей. Спасибо. Дальше. Артикль. Да вы даже артикль не знаете, как считается. Артикль читается. В-и. Пасовая форма. Вторая. В-а-а-а. В-а-а. То есть если вы не раздвигаете на д-и. Значит вы как-то деревенщина. Д-и. Деревенщина не раздвигает. Вы-то умеете раздвигать? Вы же не деревенщина. В-а-а. Дальше. Быстро читается. Д-и. Да. Или вообще не считается. Или считается как А. В-а-т-а-хел. Читается так. У-а-т. Напишу сейчас по-русски даже вам. По-английски давайте. Секундочку. Ну в смысле, по-властинской буквы. Вот так считается. В-а-т-а-хел. То есть раз и в-а вообще куда-то исчезло. Значит читается быстро. Ты-ды-бой, ты-гёрл. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-да-да-да-да-да. Да лайберий, да. Если вы говорите ва-лайберий, то это означает главная библиотека города или мира. Ва-лайберий. То есть чтобы сказать просто та самая библиотека, нужно говорить ты-ды-ды-ды-ды безударно. Ты лайберий. Дальше. Слово он. Он. У них перепутано по значению со словом ин. По той простой причине, что народ до конца не соображает. Для них ин и он во многих случаях одно и то же. Как у нас. В кухне и на кухне. В кухне и на кухне одно и то же. Кухня как бы понятна внутри кухни. А на кухне, как бы на крыше кухни. Так вот, у них такие же проблемы. То есть в поле на поле у них такие же проблемы. Так вот, ин и он быстро народом произносятся, чтобы не акцентировать на ошибки. Если в одной идиоме идет он, а другой ин. Народ вместо он и ин быстро произносит просто ин. И все. Наши на этом фоне почему-то произносят ин. Слова ин никакого нет. Дальше. Слово ин есть в латыни. Так вот, если в русском нашлись свои попы, которые пробили идею обучения детей в школах, как читать молитвы, а не как читать светскую литературу, то в англоязычном мире тоже священники, тоже сформировали. Ой, не могу. Вы этого не знали, да? Священники сформировали систему обучения английскому. Потому что больше никому это не надо. Им нужно, чтобы прихожане тщательно по словам читали молитвы. Молитвы периодически читаются по словам, да. Но опять же, они опять научат детей в школе читать раздельно. Вот так, как по-русски. В результате дети не в состоянии нормально читать благородную литературу. И таким образом 80% населения остается за бортом, а правящая верхушка продолжает командовать челядью. Продолжает убеждать их, что возить тачку – это благородное тело. Кому понравилось, пожалуйста, поставьте плюсики. Дальше, значит, слово «он» становится потом «ын», потом становится просто «не». Ой, там четверка прошла, извините. Потом становится просто «не». Смотрите, «ан-дэ-гоу», да? На ходу перевозят. Читается так. «Н-ы-ды-гоу», «н-ды-гоу». Это как русская «антошка», если быстро произнести, становится «н-тошка». То есть если в начале слова стоит безударное «ын», то она может перестать считаться вообще, как в русском и в английском. Вот то, что я сейчас вам объясняю, это реальные правила чтения. А то, что написано в учебниках, это какой-то бред сивой кобылу. Дальше. То есть это элементы сценической речи. Она нужна не для того, чтобы вы стали, не знаю, графом, князем и тому подобное, а для того, чтобы освоили основную функцию речи, научились читать, научились понимать на слух. Основная проблема – не понимая на слух. Ко мне приходят очень известные люди на обучение. Большинство просят мне афишировать, что они ко мне пришли. Ну, например, как же зовут-то, звали? Чуть позже тогда. Так. Дальше. Наши читают так. Оф. Оф читает человек хуже индусов. То есть, как говорил Ким Чен Ын, те, кто организовал против него заговор, они хуже собаки. То есть хуже собаки вообще ничего не бывает. То есть собаку едят. Собака, вот едят собаку, понимаете? Мерзкое животное. Вот, Кореи. Так вот, человек, который говорит оф – это мерзкое животное. Это как бы двуногие животное. Понимаете? Как каннибал называют двуногие свиние. То есть он просто какой-то дурачок из колонии. Вот, дурачок, типа. Хух, я это, куда-то, чего? Ху-бу-бу, да. Короче, дурачок, типа. Иван-дурак. До тех пор, пока не стал умным с помощью каких-то там, не знаю, или там архоз. Нашел там какую-то щуку, там поймал, или еще что-то имели. Лягушка помогла. Или там змея на самом деле. Дочка змея Горыныча. Церковники переписали сказку. Ну и так далее. То есть везде идет вранье сплошное. Слово оф никакого нет. И никогда не было. Слово произносится так. А-в. Потом читается аф, читается ив. Перезвонка. Или гласная. А-ва. 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 Еще быстрее. Ива. А если она идет перед, например. А. Перед, например. Сейчас покажу вам. А-в. А-в. А-вен. То вообще не считается в. Просто а-вен. 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 Не ов. В-зен. А-вен. А-вен. Понятно? Ок. Дальше. То есть, быстрая форма произнесения слова. Тоже как артипель. Считается а просто. А или вообще не считается. То есть, например. Эй-капл-ав. Считается быстро. А-капла. Еще быстрее. И-к-плы. Еще быстрее. К-плы. То есть, опускается и эй, и а-в. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсы. Дальше. Слово вэ-ат. 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 Си. Эйч. Эй-ти. Одинно считается так. Си. По буквам. Эй-ч. Эй-ти. Это учит только дикции. Считайте вместе. Да? Это и есть то, что обучает правильно говорить и понимать. Си. То есть, два раза не раздвигая. Видите? Си. Эй-ч. Эй-ти. Сейчас покажу на большом экране. Си. Эй-ч. Эй-ти. То есть, фактически, это все слово губы раздвигают. Вы будете читать такие. Ти-эй-ч. Эй-ти. И ничего не выучите опять. Си. Эй-ч. Эй-ци. Си. Эй-ч. Эй-ци. Вместе. Си-эй-ч-эй-ци. Читается слово многими способами. Показываем. В-А-т. В-А-т. В-А-т-ы. Перезвонкой. В-А-т. В-А-т-ы. Перезвонкой. Полу без ударки. Дальше сокращается. В-Ы-т. В-Ы-ды. Дальше сокращается. ДА-т. Дальше сокращается до-Д уже. ДА-т. 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 ДА-т и ДА-т. Такое, например, в форме ДА-т. Смотрите. ДА-т-ы-герл. То есть не Т читается из-за Г, а звончается Т. ДА-т-герл. 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 ДА-т. ДА-т-герл. 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 ДА-т-герл-герл. И вот если вы не знаете, что ДА-т-эт-герл-ы-з-герл-ы-з-герл-ы-за, а вы читаете так. С-эт-герл-ы-з-гуд. хуже хуже немцы и хуже мексиканцы возможно вот перечный человек говорит отдельно в бюру из остается как в славянском не оглушается как в русском то есть если в русском идет но читается отдельно из то есть в английском написано наоборот из то даже отдельно уже читается не из а из они как учат священники потомки священников то есть английский преподается теми же потомками священников то есть они так вас учат произносить слова раздельно как на проповеди ну как молитву раздельно прямо до бога чтобы дошло понимаете что потом вы абсолютно не можете расширить словарный запас и сидите на бабах остаетесь понимаете спасибо за понимание так значит в дед потом она вообще перестает читаться поздравляю вас с этой информации так что там у нас было значит блок блок 3 понятно да блок 4 проговаривание освоение проговаривания сложных слов те кто сегодня те кто сегодня оформить заказ сможет приобрести курс по той сцене которая указана на сайте я не заинтересован темпинге моей деятельности вот снижение явной явной ценности того что я делаю вот поэтому скидки бывают достаточно редко все что от вас требуется это сегодня сегодня чтобы гарантировать гарантировать что вы сможете подумав оплатить и начать заниматься и и наконец-то дать себе и возможность себе ребенку научиться читать на русском и на английском говорить понимать как нормальный человек а не как житель колонии вот так хорошо подумав можете оплатить в течение пары тройки дней если я не ошибаюсь администратор я написал дальше но для того чтобы просто цена меняется в любую секунду вы даже не представляете то есть вы через полчаса зайдете стоимость будет другая поэтому чтобы приобрести курс по той стоимости которая сейчас указана он у меня очень много различных материалов но они все все участвуют так или иначе в этом курсе то есть а это как вот пришли и сразу купили всю всю продукцию у фермера понятно да не по яблочку там по килограмму носите домой десять раз дороже как у перекупщика а прямо у фермера то есть вы вы оптом у вас появляется возможность оптом а получить доступ ко всем моим курсам заочным я имею заочным там материалом и тому подобное это есть дистанционный курс задумка такая понимаете или же скупой платит дважды многие люди покупают приобретают курсы по отдельности по отдельности понимаете то есть там стоимость зашкаливает многие заплатили уже по 2000 долларов внимание так что заранее вас предупреждаю скупой платит дважды из чего состоит курс я вам только что я прямо на на пальцах показываю значит дальше идет отработка артикуляции то есть нужно нужно понять что каждое слово да читается разными способами например бад она же бады она же быт она же быт под под би месячит а бэд 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 бы кэрфу 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 дашь кэрфу фул не читается фол то слово дурак кэрфул дабы бэд бэкэрфу когда ты говоришь хау полная форма сокращенная для понимания речи на слух дальше не двигая губами хау хау первое хаау второе хау третье хыу четвертое ха пятое хы и быстро будет вот так вот в речи чтобы понимать что говорят хы и а вообще не считается хы и дуин хы и дуин чуть более пафосно на а переходим как в русском ха я дуин ха я дуин наши такие хау а ю дуин все такие чертовы мексы понимающим дело толерантности никакой реально нет чтобы знали толерантности внешне то есть вы бесите людей не бесите людей разговаривать как нормальный человек как как человека получил нормальное образование они не приехали из колонии из колонии мытью мыть нужники понимаете хаидуин 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 так понятно дальше сэй вот смотрите как бы вы не прочитали слова все будет неправильно гащ короткая гащ короткая у вы такие а черт знает что читать дальше стейк стейк фиг della густе в punish куда еще в жизни за колони джит в лигде или жительные из колонии при не разбегайте жительные за колоний разрезает тебе жить не за колонийrain хуже хуже не говорите прэшэс житница колоний фьюща это фуксия так считается фьюща то есть я рассусоливаю 3000 интеллигентных слов вот интеллигентных не таких вот что выше вашего нынешнего уровня а вот именно вот того уровня который вы употребляете но который вы без меня выучить не сможете потому что их никто не рассусоливая слова подаются цельном виде в одном виде приехали не показывается как видоизменяются слова тот же блэк слова видите да читается так быстро не блэк вернее а брэйк читается быстро так блэк не искажается читается пыры эйк читается брэйк без раздвигания губ но это вот вследная вещь брэйк а отдельно считается обязательно брэйк и вот любой лесократ это знает любой благородный человек любой нормальный образованный человек даже выходец разноченец это знает а все остальные этого не знают а народ это не знает иностранец тем более и преподаватели английского это не преподают то есть вы фуксию никогда не выучите вы будете говорить какую-то ерунду вот как она пишется тоже не выясните и тому подобное дальше фьюша бая дальше это я рассусоливаю потом на курсе на самом быстро generosity пайп станы сейли не студенексайл сейли а стансыты persisti-ine сейлы слово ХОР хуа киты у а ыяюр chiar а побыстрее choir 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 cry mare дальше сотканы у о увын вообще фильм ужасов для иностранцев. Если не показать медленно, никто не повторит. Вовен, говорят. Да не Вовен, а Стёпин. Сенькин. Воу-вен. Дальше. Печка. Овен. Наши говорят овен. Хау. Любое слово неправильно произнесенное выдает, что вы низкого происхождения. К низкому происхождению отношения мягко говоря нехорошие. Если вы покупатель, то к вам относятся, показывайте деньги, то им плевать. Мексиканец, русский плевать. Как только деньги исчезают, выничтожество. А золотая цепь не поможет. Хау и лау. И ваш ребенок тоже так же будет мучиться. Потому что вы же его поправить не сможете. Он их не научится говорить по-английски. И вы попали. А вы попали. Куда идти? А некуда идти. Никто не переделывает. Не переделывают они, поймите. Они не переводят людей с одного языкового уровня на другой. По уровню благородности. Благородности, благородство происхождения. Дальше. Хау и лау. Скрипт. Ресит. Сы-кы-хы-ры-ы-пы-ты. Скрипт. Что там наши читают? Вообще невероятно. По латыни скрипт какой-то. Ресит. Наши читают. Ресит. Никакого ресита нет. Ресит. Ща-у. Наши читают. Шо-у. Нет такого слова. По-у-эм. Наши читают. По-им. Эн-то-у. Следующий слайд. Дальше. А формирование. Локт 5. Формирование личной речи. Бывает, спрашивают. Вот, вчера из. Да. Да. Бывает, спрашивают. But she writes. Бывает, спрашивают. Но это, ну, совсем разговорная фраза. Does, Игорь, это, сейчас попытаюсь кратко объяснить. Does, это добавочка аристократическая, которая означает действительно. Получается перевод такой. Секундочку. Вот так. Это не глагол никакой. Это действительно переводится. В данной ситуации переводится действительно. А когда отвечается щедас. Это тоже, косвенно говоря, переводится. Да, она действительно. Разбивается, делает что-то там. Кому интересно, поставьте, было объяснение, поставьте по десятибальной шкале, насколько интересно. Мне будет очень-очень-очень интересно посмотреть, кто из вас слушает. Значит, ели-блю тебя. Понятно, да? Тебя, два ударения. Ели-блю, ели-блю тебя, ели-блю тебя. А если будет быстро проговаривать, что будет произноситься? Ели. Спасибо. или плите или плите или при или при или при тебя люблю тебя люблю тебя есть на тебя удаление сделать вот то же самое происходит мы изучаем то что написано на на экране каноническое произнесение слова частично слитное заметное степротическое и повседневное разговорное если эти три вида речи вам не показать на слух и понимать не научитесь дальше а а дальше идут различные параметры речи автоматически которые осваивать автоматически но под моим руководством то есть я лично курирую обучение всех людей того не получается я лично курирую у большинства получается но если не получается лично курируя обучение конце каждой недели пишется небольшой отчет пишется небольшой отчет если вы сложно писать можете записать на видео отчет а то есть если вы явно не что-то это не до понимаете то я вам объясню. В этом разница. Я не дам вам делать грубых ошибок или думать, что вы сделали грубую ошибку. Вы не сделали никакой ошибки, что у вас все хорошо. То есть я хвалить вас за ошибки не собираюсь. А везде вас будут хвалить. Дальше. А вот теперь. С курсом ситуация такая, с дистанционным курсом. Никто ничего подобного не преподает и преподавать не собирается, поскольку это им не выгодно. Потому что вы очень быстро. Человек, как говорил Чуковский, как только человек научился читать, он уже в состоянии сам самостоятельно выучить язык. Чуковский вообще говорил, умеешь читать, нормально читать. Корней Чуковский. Уже знаешь язык. В принципе, все. Этим все скатано. Потому что если ты умеешь нормально читать, то ты понимаешь, когда к тебе кто-то обращается, что-то говорит. Если у тебя нет привязки устной и письменной речи, то есть то, что написано, ты должен свободно озвучить. А то, что тебе сказали, должен свободно перевести в письменную речь. Потом будет один из блоков. Это каллиграфическая машинопись. Каллиграфическая машинопись, где вы научитесь свободно представлять то, что говорится, свободно записывать. То есть слышать нечленораздельную речь и переводить ее в членораздельную. То есть разделять на слова. Это еще один дополнительный блок. Что у нас со следующим слайдом? Администратор. Дальше. Идет базовая грамматика. Она поясняется на живых текстах. Это блок номер 6. На живом тексте, то есть я показываю, как, каким образом, формируется, что люди говорят и что об этом написано в учебнике. Это всегда не так. Например, да. То есть fair enough, как видите, идет в разрез у вас на экране. Видите? Fair enough идет в разрез с тем, что вы проходите на курсах. На курсах говорят и в книгах написано, что в каждом английском предложении, давайте напишу еще раз. В каждом английском предложении должен быть глагол, короче говоря. И вы тут же, открыв любую книгу или включив телепередачу, тут же видите, что все эти правила нарушаются. Так вот, я хотел вам сказать, открыть очень нехороший секрет английского языка. В английском языке, они это сами прекрасно знают, спросите у любого англоязычного, вот, больше исключений, чем правил. Кому понравилось, можете поставить плюсик, да. То есть fair enough не содержит ничего из того, что написано в учебнике. То есть нет ни подлежащего, ни сказы. Все. Приехали. То есть есть только какие-то описания, да. Дополнения, там, я не знаю. То есть что угодно. То есть они разговаривают, как хотят. И это не считается неграмотным. Просто устная речь очень сильно отличается от писанных. У меня на курсе, в курсе, идет пояснение постоянное, как люди говорят и как учат. То есть учат, опять же, церковнославянскому, церковноанглийскому, английскому, как вот по реформе Столыпина. Но при этом на улицах, тут же выходя из класса, разговаривают совсем по-другому. Абсолютно по-другому. И вот это по-другому даже идет в вывесках, даже идет в рекламе. На огромных этих билбордах идут написаны разные вещи, которые вы не найдете в учебнике. То есть есть разговорный, английский, приемлемого качества. Есть разговорный английский, колониальный, неприемлемого качества. Есть английский, чудесного качества, дворянский, как в книгах идет. Вот. И есть литературный, вот он и есть литературный английский. И есть очень странная грамматика, которая преподается в школе. Причем, внимание, вы должны это обязательно усвоить. Обязательно, вот без вариантов, и детям передать. Английская грамматика у каждого преподавателя своя. У них это децентрализовано. Если в Советском Союзе было одно издательство «Русский язык», и даже все учебники английского были примерно одинаковые, типа «понг», то в английской школе учебник пишет сам преподаватель. И вот как он понял грамматику, так он и преподает. И в этой мутной водице никакой, ничего вы не выучите. Потому что у каждого свое мнение. Преподается все странно, с ошибками плагиатируется, перевирается. В общем, короче говоря, эта схема отдана на откуп частнику, как в НЭПе, в период новоэкономической политики. И поэтому децентрализовано. То есть вот как производство спиртного в России, что приводит к тому, что под 70% спиртного, извините, это яд. Так вот та же самая халтурка до сих пор идет при обучении грамматики или стилистике русского языка. Да, да. Может быть написано именно так, Андрей. Конечно. Вот. У нас осталось пару минут буквально. То есть, как видите, человек отвечает. What kind of... Смотрите. What kind of firm? Какого типа фирма? Это изумительный английский. Просто изумительный. What kind of... А здесь считается просто А. What kind of firm is it? What kind of firm is it? Is it? What kind of firm is it? Is it? Читать все, сначала анализируя, а потом читая. Не уподобляясь крестьянину Столыпинскому, которую тут в голове, видимо, держали они. Вот. Министры Столыпина. Это их реформа. Большевики нашли ее в Смольном. Вот. Нет, Зимнем дворце нашли ее. Нашли реформу и решили быстро внедрить крестьянскую реформу. Быстрого обучения крестьян плохому чтению на русском языке. Это все, что преподается в школе. До сих пор мы все прошли через эту систему. По этой системе можно считать, а вы что и а вы как, вы все равно получаете пятерки. Потому что вы просто должны писать диктанты. Но ваш уровень разговора и качество разговора никто не контролирует, потому что вас слишком много в классе. То есть если вы не попали к хорошему репетитору, который вас будет терроризировать по порядку слов с детства, да, или как, то вы говорите с ним, то у вас идет неправильный порядок слов. У вас порядок слов неправильно идет. И видно, что вы низкого происхождения. Люди низкого происхождения разговаривают не так, как люди высокого происхождения. Понимаете? И выстроить свою речь, быстро перестроить на нормальную, на благородную речь, чтобы все вас воспринимали как благородного человека, даже без узаставления личности, можно элементарно по тем же материалам дистанционного курса. Элементарно, элементарно. У меня украинцы, жители Ростова, белорусы, начинают разговаривать как нормальные, образованные столбовые дворяне. Дети, у которых в голове перепутались украинский, русский и английский, перепутались в голове венгерский. Кошмар! Так, я их учу нормально разговаривать, понимаете? А не то, что вас. Так, у кого основной язык русский, и вы все интеллигентные люди, фактически. Так, теперь, вот ответ, видите? Какого типа фирма? Ну, перевод, конечно, тоже абсолютно странный, да? То есть перевод именно не по словам, а по содержанию. Дальше. Tax. Вот и весь ответ. Налогообложение переводится. Tax. Все, что связано с налогообложением, переводится. Tax. Дальше. Some securities. Как видите, да? А где глаголы? А где глаголы? А глаголов нет. Ну, и так далее. Some. Какое-то. Кое-что, кое-какие, да? Securities. Ну, это типа векселя. Real estate. Это у них называется любого типа недвижимость. Дальше. And banking. Банковское дело. Шикарный перевод. But 80% is. Из, потому что перед дальше T идет. Не из, а из. Tax. Tax. Work. But 80% is. Tax. Work. Это работа с налогами. Переводится просто. Это налоги. То есть, если при преподавании английского не пояснять вот эти нюансы, которые сейчас я вам объясняю, то есть написано одно, считается другое, имелось в виду это, перевели вот так, вы тоже толком ничего не выучите и не научитесь понимать. То есть, освоение правил грамматики происходит посредством прочтения чужих грамотных текстов. По правилам грамматики выучить грамматику не представляется возможным. Грамматика просто объясняет часть того, часть того, как люди говорят и пишут. Причем грамматика именно объясняет письменный вариант речи. А устной грамматики английской не существует. Вот я ее и преподаю. Они ее не придумали. То есть, вся устная грамматика считается неграмотной. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсик. Значит так, научить американца нашему звуку можно очень просто, показываю. Смотрите, чтобы он услышал звук побычать, а потом говорить и челюсть выдвигать. Чтобы услышал. мы. Так, вот. На этом. Если есть вопросы, задавайте. А, да. Седьмой блок. Седьмой блок. Седьмой блок, кстати. Спасибо. Речь идет о слитном, именно о слитном проговаривании слов. То есть, если вы, если вы не умеете, не понимаете, что произносят носители, они произносят слова слитно. То есть, они из маленьких слов делают большие. В русском языке эти слова пишут, объединили, вот эти приставки, суффиксы, окончания, объединили. И сделали большие слова. А в английском ничего не объединено. Поэтому, если написано вая, читается вая, да. Вая. И читается еще вия, но редко. Вая. Ви-а читается, Игорь. Вая. Вия. Это второй вариант. Два варианта есть. Вая и вия. Ви-а. 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 Русская устная грамматика тоже отсутствует. Так. То есть, есть вид разговора, как разговаривает мужик и как разговаривает образованный человек. Речь образованного человека частично базируется или на генетике, то есть, на том, как говорили его предки, как говорили потом, как говорили в его семье, говорят, и частично на том, что он усвоил от прочтения книг, написанных Толстым Достоевским для дворян, который Сталин начал применять для обучения крестьян. И все, что он сделал, научил крестьян считать неправильно. Дворянские книги. Поэтому дворянский тип речи крестьянами не усвоился. То есть, видит око, да зуб не имет. То есть, я Тургенева-Достоевского вижу, да, тексты, Лескова, а вот не могу так разговаривать, потому что я неправильно их прочитал. Красиво. Красиво объяснили. Спасибо. Так вот. Главное это аудирование. То есть, вопрос в польском, понимаешь ли ты, разумеешь, понимаешь ли ты по-польски. А вопрос в английском построен идиотски в русском. Ты говоришь на русском, ты говоришь на английском, и вот из-за этого ты говоришь на английском, вопрос, do you speak you speak English? Быстро English будет English. English. You speak English. You speak English. Потом, если его читаться, you speak English. Вот. Значит, это идиотская сама ситуация. Ты говоришь, она и привела к тому, что вы все учитесь говорить. А надо учиться понимать. И вот это понимать они все скрывают. Потому что научить говорить какую-то корявщину, в принципе, они как-то могут, ну, хоть какую-то. Ну, do you understand what I mean, да. Вот. Это они могут научить вас говорить. Проблема в том, что они не могут научить вас понимать. А раз не могут научить понимать, значит, курсов понимания нет, а должны быть. То есть, вас должны спрашивать, вы понимаете английский? А они задают вопрос некорректно. Вы говорите по-английски. Говорить и понимать, это разные у них вещи, как бы. а это одно и то же на самом деле. Это единое целое. Вот. Но так, вот это каша восьмой блок, то есть, на этом делается большой акцент в восьмом блоке. Так, кому понятно все, что я говорил до этого момента, всем понятно, что можно записаться на курс. Дело в том, что если вы запишетесь позже, то вы просто не сможете заниматься параллельно с группой. и все. То есть, в группе предусмотрена взаимопомощь, взаимоподдержка, просмотр для облегчения себе и людям, просмотр чужих домашних заданий. Домашние задания не такие, как Ешка, ничего идиотского в них нет. Вот. Ничего идиотского в них нет. Домашние задания это просто отчет над тем, как вы занимаетесь. Отчет. Все ошибки исправляются. Мной. Еще раз. Преподаватели работают следующим образом. Малейший, нестандартный вопрос отправляется ко мне. Все. Поскольку я быстрее всех в мире печатаю, ну и надеюсь, может быть, еще и соображаю. Надеюсь. Вот. То есть, у меня титул «Самые быстрые и безошибочные пальцы планеты», данные основателем книги Киннеса Норрисом Макбердером. Вот. Лично. Основателем на BBC еще. Когда я рекорд ставил мира на BBC в Лондоне. Вот. Поэтому я очень быстро, быстро отвечаю и корректирую любого человека. Мне для этого не нужно обращаться к справочникам. То есть, у меня все в голове. Я ходячий энциклопедий. Поэтому я успеваю. Я вам скажу приблизительно сколько в день. В день я проверяю вот таких вот небольших отчетов. Ну, 12-15, наверное, минимум. Проверяю. Для меня это несложно. Я могу 40 проверить. Не проблема. Так я же не отписками занимаюсь, как занимаюсь обычно преподавателем. Я не отписками занимаюсь. Я действительно говорю, что, как и где. И как это исправить. В абсолютно исключительных случаях провожу дополнительный урок. Но это в последний раз это было где-то год назад, наверное. Потому что с каждым потоком курс становится все понятнее, понятнее и понятнее. Вот супруга Высоцкого, это известный бизнесмен, мой ученик, он четко сказала. Это очень влиятельные люди. Она сказала, мы прошерстили в кавычках всю Америку, это на видео есть на сайте, мы прошерстили, Галина зовут, прошерстили всю Америку, вы простите, Велена, 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 кто я всего, извините, я просто с ней давно не общался, аж пару лет назад. Вот. Прошерстили всю Америку, кроме шестов, никто это не ставил. Вот и вся история. То есть они приехав в Америку, переехав три года назад, решили улучшить себя английский и выяснили, что английский никто не улучшает. Ну так, с этим корявым произношением кто-то как бы объясняет какие-то правила поурочные. То есть сегодня одно правило, завтра другое правило, и так и учитесь, как в Оксфорде или в Кэндвиче. То есть, короче говоря, дохлый номер. Отлично. А Окей. Дальше. То есть, смотрите, это все как описывается. Дело в том, что английский это, то есть, это можно описать и так, и эдак. Да, пожалуйста. А, блок девятый. Девятый блок. Тот, кто не досидел до конца, так, скорее всего, и не узнает, что такое девятый блок, пока до него не дойдет или не просмотрит все выступление в записи, если она будет. Вот. Чтение книги с диктором. Это и есть способ пропустить через себя несколько тысяч адресских слов в разных комбинациях уже слитной речи и освоить нормальную грамматику. Нормальную грамматику. То есть, грамматика не для того, чтобы правила помнить, а грамматика для того, чтобы правильно говорить и писать. Так вот, правильно говорить и писать можно только правильно артикулируя, прочитав хотя бы одну книгу с диктором по нормальной скорости, правильно артикулируя. у меня тысячи людей этот курс прошли. Тысячи людей научились нормально артикулировать. На сайте есть образцы чтения, образцы того, как люди освоили материал. То есть, этого вообще не является никакой проблемой. Для большинства из них английский вообще рабочий язык. То есть, они усовершенствовали свою речь как писневую, так и устную с помощью метода шествия. Например, ты можешь, если ты приехал в Америку и освоил устную грамматику, то ты учиться в учебном заведении не сможешь. и нужно усваивать книжную. Если ты освоил книжную, ты общаться не можешь. То есть, ты идешь в вуз, ты должен владеть двумя видами грамматик, которые я преподаю на этом курсе. Двумя, двумя. Устно и официально и неофициально. На неофициально все разговаривают между уроками. Даже на уроке умудряются учителю, преподавателю отвечать на неформальном, неофициальном английском, на котором они все разговаривают. Но когда ты что-то пишешь, когда ты что-то пишешь, там, записываешь или курсовую, ты должен писать все-таки на формальном английском. Так вот, если ты не понимаешь разницы, то то, что ты пишешь, это, извините, есть такое слово в Белоруссии часто употребляется, есть слово галиматья. То есть, ты пишешь всякую галиматью, галиматью, то есть, ерунду. И всем видно, что ты пишешь ерунду, но они могут вам сделать скидку и сказать, да, иностранец, дурачок, ладно, пропустим его или ее. Ну, пропустим, ладно, ну, дурачок, что с дурака брать? Платят и платят. То есть, у них подход, у них это коммерция, понимаете, коммерция. Они делают вид, что вы учитесь, вы делаете вид, что учитесь. Если вы начнете предъявлять претензии, вас выгонят, даже при том, что вы платите деньги. Они сделают вид, что они все умны, а вы один дурак, что они шагают в ногу, а вы одни, одна шагаете не в ногу. Вот у меня ученица обратилась, помогите освоить Тойфу. Я говорю божественно, они принимают меня за носительницу, но при этом я не могу учиться в УЗИ, потому что я не знаю вот этого слова, этого слова Тойфу пошла. Тест мне прислал. Я объяснил, пройти Тойфу, как освоить материал. На пальцах объяснил. Сейчас скажу, за сколько часов. За шесть часов. Ну, и дал ей всякий материал. Она все поняла. Я говорю, вот при таком уровне проговаривания вы это слово выучить не сможете. Какие еще есть? Иван, с точки зрения официальной грамматики глагол ДАЗ, здесь, слово ДАЗ, здесь является глаголом. С точки зрения старинной разговорной грамматики ДАЗ не является глаголом, а является словом действительно. То есть, еще раз, кое-где можно дать однозначный ответ, а кое-где нет. И последнее, последнее по поводу обучения в группе. тут все само self-explanatory, все абсолютно понятно и ясно, надеюсь. То есть, для того, чтобы, естественно, еще проходят свои песни, песни и тому подобное, по ним объясняются, я объясняю на песнях, стилистику, устную грамматику, письменную грамматику, обязательнейшим образом. Вы не можете, освоив письменную, научиться говорить и освоив устную, через 10 лет нахождения в стране, научиться нормально писать. Это две вещи взаимосвязанные. Население Америки и Англии массово не умеет писать и не владеет хорошей грамматикой. В смысле, оно не разговаривает, как природные аристократы, они разговаривают на ухудшенном английском, понимаете? И у них нет никаких шансов. То есть все места, руководящие места в англоязычном обществе заняты людьми, которые умеют разговаривать и писать. Дальше, абсолютно важнейшим моментом обсуждать задание, важнейший момент обучения, это обсуждение заданий, делиться впечатлениями в специальном чате, при регулярных занятиях, в отрыве от производства, там опечатка, в отрыве от производства, то есть не занятие, это опечатка, это, видимо, Т9 что-то такое сделал, выбросил неправильное слово нашему копирайтеру, сотруднику, который скомпоновал, вот это вот, с моих слов скомпоновал эту страничку. так, слайд, в отрыве от производства, то есть, вы полностью увольняетесь с работы или берете отпуск и за 35 дней свободно проходите курс. без отрыва от производства, ой, тут неправильная вещь написана, ничего страшного, давайте я перебишу, значит, в отрыве от производства, это вот за один месяц, за 36 дней, без отрыва от производства, ну, это такой бюрократический термин, вы прекрасно знаете, вот бывает же такое, странно, без отрыва от производства, за месяц, за три месяца. Так, сейчас вам дается доступ на весь учебный год, то есть, вы должны понимать, я вас научу понимать, где грамотная речь, где неграмотная речь, где официальная, где неофициальная, опять же, этому тоже никто не учит, то есть, существуют все курсы, разбиты и раздроблены, как если бы на одном курсе, один преподатель учил играть ноту до, второй ноту ре, третий, ре диез, четвертый, си бемоль, разбито, понимаете, на части, это имело смысл какой, дать всем работу, чтобы люди, в кавычках, не шлялись по улицам, и не устраивали революции, и поэтому ставки преподавателей разделили на 5-6, ставку врача тоже на 5-6, если раньше человек был врачом, то он бы считался, как доктор Айболит, богатым человеком, то теперь врач просто середнячок, потому что его работу, если это не домашний врач, домашний врач, как вот у Шерлока Холмса, там многократно, как доктор Уатсон, у него практика, то есть он лечит от всех болезней, он один, вот тогда он действительно уважаемый, богатый человек, а если врач идет по узкой специализации, по узкой специализации, то он еще должен сделать все рекламу, и найти людей, которые именно придут, и будут в него лечить этот левый бизинец, правой ноги, ой, простите, левый, левый бизинец, левый, левый бизинец на ноге, будет лечить, вот, и все, то есть они раздробили учебный процесс на много-много составляющих, и все это подают таким образом, не как надо, вот как я это делаю, а именно раздробили, и говорят, хотите научиться понимать на слух, слушайте, какие умные, умные, посмотрите, не умные, хотите научиться писать, пишите, if you want to learn how to speak, speak, если хотите, выучите, как научиться, как разговаривать, говорите, вот, и тому, умные, как утка, умные, как утка, да, то есть абсолютно бессмысленное занятие, упражнение бессмыслица, поурочное обучение бессмыслица, то есть это или комплекс, это комплекс, то есть нужно просто войти в язык, освоить гармонию языка, есть минимальное количество параметров, так вот, проблема в том, что если, может быть, собрать 100 преподавателей и репетиторов, то из них получится один шестер, то есть они смогут совместить, окружить одного ученика и начать ему рассказывать, кто что знает, вот тогда, может быть, получится один коллективный шестер, то есть у них не получается, а так обязательно что-то упускают, и вот если вы что-то упустите, это упустите, типа ихние, оно тогда останется у вас в речи, и вы будете, и вы и дети будете с этим почти бесполезно бороться, то есть если вам повезло, и вы случайно попали на мой мастер-класс, пользуйтесь случаем, пользуйтесь, это реальный шанс выбраться из неправильного, из ситуации, когда вроде бы читаете, но словарный запас не пополняется, если я читаю, то у меня словарный запас пополняется, только шум стоит, это вот разговорная грамматика, только шум стоит, ну как бы идиот, вот, если надо так писать, вроде бы как, писать так нельзя, только шум стоит, то есть типа быстро, быстро и качественно, и вот это и есть разница, и вот эту разницу тоже, опять, никто не преподает, в англии и в америке, американский словарист гораздо более, в кавычках, древнее, чем британский, оксфордский словарь, оксфордский словарь был закончен в 1941 году, американский еще в 18-м миг были написаны, так вот, оксфордский словарь всего-навсего, это еще один, я бы сказал, жуликоватый способ зарабатывать денег, дело в том, что в американских больших словарях написан первый вариант такой, а второй британский, американский, второй британский, а в оксфордском просто украдено или переписано, я не знаю, скалькированно, слагиатировано, сначала идет британский вариант, а потом американский, и все, то есть, британский более скомканный и менее членораздельный, что ли, то есть, слова более похожи, слова похожи друг на друга, что создает большие проблемы, в американском люди специально разделили способы произнесения разных слов до такой степени, что действительно можно произнести слово отдельно, и его кто-то поймет, вот вы сейчас произносите слово, а носитель говорит, что, вот вы берете и говорите, слово неправильно произносите, они даже записать не смогут, потому что, если вы скажете, смотрите, вот слово, например, сказал, сказанное, вот слово печальный, вот слово сэ, вы же их одинаково произносите, русская, фальшивая, российская, имперская, СССРская система, якобы обучение английскому языку, базируется на неправильных постулатах, что слова нормально произносить не надо, а слова произносить нужно приблизительно, как будто нарочно, чтобы вы не понимали, что говорят буржуи, чтобы вы буржуям рассказывали о советском строе, о социалистическом государстве, о его устоях, да, и правилах, а чтобы то, что буржуям отвечает, ведя буржуазную пропаганду, чтобы вы не понимали, что с вами происходит, то есть до тех пор, пока вы, то есть до тех пор, пока вы не поняли, не в состоянии произнести вот эти слова так, чтобы они были понятны, показываю, СЭД, однотипный полусогласный звук, СЭД, СЭД, однотипный звук, СЭД, дальше, СЭАД, два звука, тоже гласные, это гласное, СЭАД, гласное в английском обязательно начинает с одного звука, а заканчивается на другой, вы тоже это не слышали, СЭАД, а сидел, находился, СЭАД, СЭАД, наши произносят все четыре слова одинаково, когда наши говорят, БЕД, когда наши произносят эти четыре слова, эти шесть слов, простите, они тоже произносят одинаково для слуха носителя языка, если вы их произносите одинаково, то когда носитель языка произносит эти слова так, как надо, вы же их не поймете, потому что вы у вас, вы не сможете их записать, потому что когда вы произнесли их неправильно, у вас в голове записалось, что они все произносят одинаково, вы не делаете при дыхании на ПЕТ, значит получается опять БЕД, БЕД, черт знает что, наши произносят БЕД, 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 Для англоязычного это все едино, это все одно и то же слово. И они не знают, что вы сказали. И в обратную процесс идет. И вот то, что вы в обратную, вы не понимаете, что процесс идет в обратную, на этом основана вся система преподавания, в кавычках, якобы преподавания английского нашим людям. Развернулись мощно, расцвели мощным светом. Да, светом, вернее. Вот, расцвели всякие псевдокурсы. Да, они лично обучить не могут. Какой скайп? Прыгай, не прыгай, ученик ничего не помнит. Потому что если ты проговариваешь не так, как английский звучит, то ты не учишь английский. Если ты читать не умеешь, как ты можешь выучить домашнее задание выполнить? Как? Я не понимаю. Ну, по-русски хоть можешь сказать, да, был такой человек, Александр Македонский. Ну, так вы это выговорить можете. А по-английски, что вы говорили? Вот такое, так звучит русский-английский для слуха англоязычного. Как только вы открываете рот, они говорят. Фрикен Мекс. Чёртов мексиканец. Правда, поверьте мне. Просто мексиканцев в Америке больше. Или там чёртов индус, к примеру, в Англии. Понятно? Они это не вам говорят. Они боятся вас обидеть. Они это между собой говорят. Сегодня опять приходил дурацкий индус. Да он может быть гениальный человек, изобретатель. Но когда он открывает рот, из его рта выходит речь прачки, того, кто возит тачку. Понимаете? Речь человека, неприкасаемого, из низшей касты. Человек из низшей касты не сможет жениться или выйти замуж на человека более из низшей касты, на человека из высшей касты. Никак. 14 касты. То есть вы обрекаете своего ребёнка. Ну, по-другому скажу. Собчак разговаривает на правильном русском. Что бы вы ни говорили про её лицо и так далее. Ксюша разговаривает на нормальном русском. Ксюша за колхозника замуж не выйдет. Не убивайте своим детям и себе возможность общаться с грамотными людьми. Не убивайте, я вас умоляю. У меня тут просто душа болит. Я не могу смотреть, как наш человек, интеллигентный, пытается излагать какие-то свои истории. На некорректном русском на него смотрят с жалостью. Или на некорректном английском. И все говорят фууу. Ну, про себя, конечно. Фуу. 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 Окей. Так вот, если вы хотите попробовать, то вы можете, мы можем, администратор и техподдержка может дать вам доступ на одну неделю. Это последняя, судя по всему, последняя информация, последний сегмент информации, to be more precise, выражаясь точнее, который я сегодня хотел до вас донести. Что за слово Glacier? Есть подварианты, есть канон. Есть один, как правило, одно каноническое проговаривание. Бывает, конечно, да. То есть есть каноническое. Каноническое зависит от того, как много образованных носителей это делают. В Англии людей гораздо меньше, чем в Америке. И образованных тоже меньше. Поэтому эталонным в основном сейчас считается американское проговаривание. Glacier. Да. А так бывают разные виды проговаривания. Вот, например, Geyser. Это считается Geyser, Geyser и Geyser. И все три варианта считаются правильными. Вы имеете дело с очень сложным языком. И плюс последнее, под завязочку, под конец, да, последнее. Английский является, как и китайский, тоновым языком. Извините, не хотел вас расстраивать. Не хотел вас расстраивать. То есть если вы неправильно интонируете фразу, смысл фразы до собеседника не доходит. Это как в русском тоже есть такие элементы. В Одессе, например, когда еврея заставили извиняться, и он извинялся так в суде. Ты честный человек, я извиняюсь. Вот такое подобное интонирование сплошь и рядом присутствует в английском. Если вы неправильно его употребляете, вы снова житель колонии, вы снова бесите носителя и отбиваете всякое желание с вами дружить, работать до тех пор, пока вы не покажете деньги. Чем больше денег, тем... То есть чем больше у вас в руке денег, тем хуже может быть ваш английский и ваше понимание. То есть вас прекрасно будут понимать, прыгать вокруг вас приведут переводчиков, кого угодно. То есть пока у вас есть деньги, вы кому-то нужны. Деньги закончились, вам говорят адьёс. В принципе, всё. Всем огромное спасибо за внимание. Мастер-класс, к сожалению или к счастью, затянулся. Пожалуйста, поставьте мне оценку за выступление по десятибальной шкале за урок. И давайте прощаться до встречи на курсе или до встречи во время моего следующего мастер-класса. На дистанционный вы попасть, если даже сможете, если сейчас не запишетесь. Но уже не то, что, ну совсем, ну прямо к шапошному разбору. Но в принципе, то есть вы уже, вам уже придётся догонять группу. Догонять группу. И в этом-то и проблема. Так, огромное вам спасибо. Очень-очень было приятно. Кое-что недопоняли. Можете написать мне по скайпу. Я вам поясню. Я бы здесь всех мире поясняю, если помните. Или по WhatsApp. Это американский номер. У нас, наконец, начинает становиться прохладнее, слава богу. Сегодня даже 30 градусов, а не 35, как обычно. Вот. Огромное спасибо. Огромное спасибо за высокую оценку. Ещё раз. Всего доброго. Будут вопросы, обращайтесь или по WhatsApp. 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 Да, WhatsApp. Ну по-русски это WhatsApp, да. Это WhatsApp. WhatsApp. Все слова произносятся не так, как учат на курсах. В результате понимания на слух не приходит. Научиться произносить слова так, как произносят носители – плёвое дело. Абсолютно ничего сложного. Просто никто этого не делает. Причина непонятна. Как будто хотят именно растянуть срок обучения на несколько лет. Поймите, после того, как я обучил человека, я ему больше не нужен. Преподаватель, если обучит вас читать, то преподаватель вам не нужен. Вы сами научитесь. Поэтому читать-то они и не учат. По поводу, насколько открывается пробопакет. Да, на любой срок. Без проблем. На любой срок открывается. Слово читается Вы, 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 ва-и, а быстро ва-и, вайбр, 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 выходим из состояния, при котором нас считают защитных колоний за каких-то пришельцев в нерезиновую Москву. Всего вам доброго, дорогие друзья. Очень рад был сегодня общению с вами. До свидания. До встречи на курсе и на следующем выступлении. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok